И пленом стал спортзал округ, и школьная обитель. Плечом к плечу здесь стали вдруг и школьник, и учитель. Учитель всех учеников вокруг себя сплотил. Великой выдержке в тот день день знаний научил. Прошло 17 лет, но помнят эти события, будто они были вчера. В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране проходят акции памяти жертв страшной трагедии, произошедшей в первой школе города Беслана. Совершенно очевидно, что ни жизнь людей, ни их здоровье не должны зависеть от прихоти преступников. Терроризм не может быть оправданным или прощен. Пусть они узнают, что у терроризма нет срока давности. Нет срока давности и у боли, а ее с пострадавшими разделяет вся страна. Возложить цветы к памятникам матери и воинам-интернационалистам на аллею славы пришли около ста человек. Дети и взрослые, все со слезами на глазах. Почетным караулом выстроились воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник». На посту стояла и Анастасия Гудкова. События Беслана произошли до ее рождения, но девушка знает о них по рассказам наставников. Это не люди, которые там были террористы, это просто звери. Но, как нам рассказывал наш тренер, они хотели террориста отсоединить Течню от России. И в этой школе умирали дети, которые приходили на линейку. В акции памяти приняли участие и ученики 6-го класса Видновского художественно-технического лицея. Сегодня они только узнают о трагедии, но их уже ошеломляют цифры. Более тысячи заложников, 333 погибших, из которых 186 – школьники, просто пришедшие 1 сентября на День знаний.